Русская литература, как и литература других стран, подобно живому организму, развивается, преображается и изменяется. Одни авторы влияют на других, на смену маститам новеллистам и поэтам приходят молодые умы, продолжающие традиции, задающие новые тенденции. Проводником в мир книжных грез, связующим звеном между читателем и автором, служат издатели. Елена Шубина, редакция под началом которой стала брендом и знаком качества, неизменно открывает новые имена и заставляет остро звучать старые. Именитый издатель провела творческую встречу. Чтобы книгу вот так вот взять в руки, чтобы я ее сделала. И так оно и получилось, но так как я в профессии уже очень-очень давно, я работала еще при советской власти, не поборюсь сказать. За плечами Елены Шубиной долгий издательский путь. После издательства советский писатель работал в энциклопедии, заведовала отделом проза в Дружбе народов, затем 12 лет издавала книги в Агриусе. Это издательство Елена особенно тепло вспоминает. Там она встретилась со многими писателями, которых издается сейчас. Наконец, в 2008 году Елена возглавила редакцию русской прозы ВСТ. Елена – лауреат премии «Книжный червь» за популяризацию прозы, формирование безупречного литературного вкуса и создание высоких стандартов работы. Как всегда, проза занимается, во-первых, всеми своими внутренними задачами, задачами искусства. И очень много писателей самых разных направлений, самых разных возрастов. Совсем недавно была очень модна такая тема, ну, востребована, скажем так, исторический роман, который не в прямой исторический роман, но как бы через историю нашей страны анализ сегодняшнего времени. Я бы сказала, что русская проза сейчас находится в прекрасном состоянии, и в ней представлены самые разные жанры, направления и так далее, и так далее. На творческой встрече обсуждали процесс работы издателей, насколько много текста приходится пропускать через себя, особенности контакта с авторами и так далее. Не обошлись стороной острые вопросы пиратства и как это влияет на индустрию. Книги, изданные редакцией Елены Шубиной, представлены на книжной ярмарке в кинотеатре «Рекорд». Служба информации Никита Григорьев, Алексей Забылов.